Книга Бытие, 2 глава, 18 стих. Прочту с 18 по 24. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо бы человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог... Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. «И сказал человек, «Вот, это кость от костей моих, и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Во второй главе Бытия «Установление о браке». Вы видите, что брак — это божественное установление. Брак — это то, что исходит непосредственно от Бога. Брак — это божественное установление. Христиане Нового Завета должны понимать, что семья основывается и поддерживается решением жить согласно пути Божьему, который есть путь благодати, и быть вводимым и Духом Божьим. Итак, мы говорим о проекте, и мы говорим об образе, который мы можем начать созерцать. Мы, конечно, начинаем с книги Бытия, где Бог начинает устанавливать брак как свое установление. Изначальным планом Бога было то, что брак даст рождение семье. Брак станет корнем, который будет питать плод, произошедший от этого брака. Мы увидели, что это от Бога. Миру сегодня нет никакого дела до брака. Я имею в виду, он был настолько принижен и разрушен, что люди не придают ему никакого значения. Скоро я объясню вам, что происходит, когда вы усваиваете плодский взгляд на брак и семью в противоположность духовному взгляду. Вы увидите и поймете, почему дела обстоят именно так. Давайте вернемся к тексту и будем разбирать его. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Ну разве это не замечательно? Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Женщины намного лучше справляются с одиночеством, а вот мужчинам нужна помощь. Вам надо это понять. Я знаю, что мне очень нужна помощь. Мужчины нуждаются в помощи. Вы понимаете? Поэтому Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. Адам был целостным. Но все равно Богу надо было привести к нему женщину. Мужчина ходит в неизначальной цели, которую Бог хотел, чтобы он исполнил. Бог хотел, чтобы он вкусил от древа жизни. Но Адам ходит то справа, то слева. И Бог говорит, создам женщину, у которой будет достаточно ума и интуиции, чтобы знать, надо быть в центре сада, где находятся эти два древа. Она почти достигла цели. И достигла бы, если бы мужчина достаточно говорил со своей женой, поделился бы с ней тем, чем Бог поделился с ним. Об этом я говорил вчера вечером. Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. «Сотворим ему помощника, соответственного ему». Традиционное толкование такое, что задача женщины — помогать мужчине и заниматься только этим. Но в Писании сказано, «Сотворим ему помощника, соответственного ему». «Соответственного» — значит «надлежащего», «подходящего», «годного». Бог сказал, «Я дам ему помощника надлежащего», «подходящего» и «годного». Теперь вам понятно У мужчины должен быть надлежащий, подходящий, годный помощник И вы знаете, к чему я это говорю? Но в сегодняшнем обществе Речь не идет о надлежащем, подходящем и годном помощнике Бог сказал, сотворим ему помощника Обратите внимание, о Духе Святом говорится как о помощнике И о жене так же, как о помощнике Да, джентльмены, нам нужна помощь Нам нужна помощь как физическая, так и духовная Поэтому каждый раз, когда захотите сорваться и что-то высказать жене Вспоминайте, что она была послана вам для помощи И она надлежащий, подходящий и годный помощник И посмотрите, кого он выбрал в качестве надлежащего, подходящего и годного помощника Бог создал самку собаки для самца собаки Самку кошки для кота Самку коровы для быка Однако для человека все это не работает И не будет подходящим Ничто из животного царства не будет для него подходящим Потому Бог сказал, я создам изначальный, совершенный план для помощника, которого я хочу для мужчины Вам понятно? Моя главная задача — показать вам изначальный проект Не шлите мне никаких писем, я стараюсь показать вам изначальный проект Бога Я просто стараюсь показать вам изначальный проект Бога Мы отошли от изначального проекта И нас создавали много чего другого А я хочу показать вам, каким было намерение Бога до того, как мы ушли Вам понятно, о чем речь? Послушайте, что тут сказано Писание говорит Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных И привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их Бог побуждает мужчину говорить Он побуждает его открывать уста Говорить, потому что в его словах сила Чтобы видеть, как он назовет их И чтобы как наречет человек всякую душу живую Так и было имя ей И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным И всем зверям полевым Вы подумайте, сколько у Адама ушло времени, чтобы назвать каждое насекомое Их, наверное, было миллионы видов Но Бог побуждал мужчину говорить И дальше Но для человека не нашлось Из всего, что он назвал и увидел Не нашлось помощника Из всех этих животных Из всех этих насекомых для человека Не нашлось помощника, подобного ему Дальше И навел Господь Бог на человека крепкий сон И когда он уснул Взял одно из ребр Или клеток, генов его И закрыл то место плотью И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека Так что запасного ребра у вас нет, джентльмены И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека Прочту это так И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, помощника Надлежащего и подходящего для него Не так ли говорит Писание? Создал из ребра, взятого у человека Помощника, надлежащего и подходящего для него Как Бог назвал человека, надлежащего и подходящего для мужчины? Ну, как он назвал? Как он назвал? Итак, Бог сказал, что надлежащим и подходящим для мужчины помощником является женщина В сегодняшнем мире существует плотский взгляд на брак Но сначала я закончу Бог привел к мужчине, надлежащего и подходящего для него помощника Назвав женщиной, ибо взят от мужчины Двадцать четвертый стих Потому оставит человек отца своего и мать свою Послушайте Вам сорок лет, а ваша мама делает для вас то, что должна делать ваша жена А? Заболев, вы звоните своей маме и зовете ее При том, что ваша жена рядом Тем самым вы принижаете и не цените свою жену Ваша мама навсегда останется для вас мамой Вы ее любите и все такое прочее Но теперь у вас есть жена И есть обязанности, исполнять которые должна она Если мужчина не знает, как оставить свою маму и прилепиться к жене Это оскорбление для его жены Вы уважаете свою маму больше, чем свою жену Повернитесь к своему соседу и скажите Настало время оставить и прилепиться Если вы вступаете в брак, это время оставить И это время прилепиться Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепиться Кому? К жене своей Это слово прилепиться означает приклеиться как клеем Приклеиться как клеем к жене своей Джентльмены, я вам покажу После того, как вы женились, у вас уже нет жизни для себя И вам надо это усвоить Я об этом поговорю Вы задаете себе вопрос Почему я не могу немного пожить для себя? Такой вопрос не надо и задавать Ваша жена, ваша жизнь С этим разберемся через минуту Потому оставит человек отца своего и мать свою И прилепится к жене своей И будут... Что? А вот часть, о которой мы никогда не говорили 25 стих И были оба наги Адам и жена его И не стыдились Это местописание говорит о том, чтобы стать уязвимым Стать прозрачным В брачных отношениях важно стать уязвимым друг с другом А вы не можете быть уязвимыми друг с другом Пока не будете готовы быть нагими друг для друга То есть прозрачными друг для друга Есть вещи, в которых вы, как мужчина, еще не стали прозрачны для своей жены Может быть, у вас страх Может быть, вас всю жизнь отвергали Возможно, вы восстанавливаетесь после того, как вас оставили А может, вы в каких-то областях не чувствуете себя безопасно Это жизненно важные разговоры близости и прозрачности Которые должны иметь место в отношениях Потому что благодаря им отношения растут Когда вы готовы стать уязвимым Вы подумайте, если вы не можете стать уязвимым со своей супругой То с кем тогда вы станете уязвимым? Слово «близость» на английском языке я интерпретирую так «Войди внутрь меня и посмотри» Войди внутрь меня и посмотри Как супружеская пара, вы должны быть готовы это сделать Готовы ли вы стать настолько уязвимым, чтобы пригласить вашего супруга или вашу супругу Войти внутрь вас и увидеть в вас то, что никто никогда раньше не видел Вы удивитесь, насколько повысится уровень близости в вашем браке Если вы будете готовы стать уязвимым Ваша сексуальная жизнь выйдет на совершенно новый уровень Вы думаете, что она имеет лишь физический аспект Но это не так Вы становитесь близки друг с другом И эта женщина становится для вас самым близким другом в мире Потому что вы стали уязвимы перед ней Ваш муж стал для вас самым лучшим другом в мире Потому что вы делитесь с ним тем, чем никогда не делились ни с кем другим Именно это и является клеем, соединяющим эти отношения Я никогда не забуду, что моя супруга — самый важный человек в моей жизни Почему? Потому что я пошел на риск стать близким с ней Открыться настолько, чтобы она вошла внутрь меня и увидела Это придает ценность нашим отношениям Поскольку я открылся перед своей женой так, как ни перед кем на планете Говорю вам, близость — это то, чего не хватает во многих браках Поскольку мы не знаем, в чем суть близости Близость — это не только секс Секс — часть близости и играет свою роль Но близость — так же и стать уязвимыми друг перед другом Открывать свое сердце Делиться своим внутренним миром Жена спрашивает «Как прошел твой день?» Муж отвечает «Было много страхов по такой-то причине» Мужчина открывается перед женой Она, в свою очередь, открывается перед ним Такие отношения сильные, весомые Вы смотрите друг на друга по-другому А после разговора вы играете в игру Полицейские и воры Понимаете, о чем я говорю? Мы многое выпускаем в браке, потому что не знаем, что нам делать со временем, которое у нас есть Оно занято всякими другими делами Может быть, детьми Может быть, телевизором Может быть, чем-то еще Но вам надо успокоиться и быть близкими друг с другом Я вспоминаю, как мы с Таффи поехали в Чикаго на конференцию Приехали мы пораньше, чтобы отдохнуть Мы вместе лежали в кровати, и я говорю «Ты знаешь, я понял, что в моей жизни Мне приходилось разбираться с областями, в которых я не чувствовал себя безопасно Я начал ей рассказывать, а она говорит «Тебе приходилось?» Я говорю «Ну да, мне» И стал рассказывать Она похлопала меня по плечу и говорит «Я горжусь тобой» Это повышает уровень близости в отношениях Вот это да Не могу поверить в то, что он поделился этим со мной Благодаря этому я, как женщина, чувствую себя ценной Я чувствую себя частью команды Я чувствую себя приоритетом Я чувствую себя особенной, потому что он решил поделиться со мной И аналогично Если вы поделитесь со своим мужем Вы должны быть готовыми, стать друг перед другом, нагими Я на это смотрю не в смысле без одежды Писание это и имеет в виду Не значит, что они были обнаженными, поскольку были покрыты славой Божьей Они были нагими в смысле отсутствия на них искусственной одежды Однако не были обнаженными Этого и надо ожидать от отношений со своим супругом Вы становитесь нагим перед своей женой, но не обнаженным То есть никто другой этого не увидит Слава Богу Кто-то из вас уже готов домой Можно уже заканчивать проповедь Я готов Давайте теперь откроем восьмую главу посланий к римлянам Мне много чем надо поделиться сегодня Послание к римлянам Восьмая глава На основании восьмой главы посланий к римлянам Я хочу сравнить плотский взгляд на брак с духовным взглядом на брак И показать, насколько важно для нас быть духовными и иметь духовный взгляд на брак Послание к римлянам Восьмая глава Седьмой стих Шестой Здесь сказано Помышление плотские суть смерть А помышление духовные Жизнь и мир Помните, во время изучения этой главы Я сказал вам, что плотские помышления Это не склонность к смерти А смерть Плотские помышления Это настрой ума Или способ мышления Противопоставляющий себя Слову Божьему Плотские помышления Это настрой ума Или способ мышления Идущий против Слова Божьего Если вы видите, что говорит Слово Божье Видите Божий план Божье намерение Но при этом у вас Настрой ума Или способ мышления Противоречащий Слову Божьему Идущий против него Это плотские помышления Апостол говорит Что эта плотскость Приведет к смерти Очень хорошо изложен шестой стих в расширенном переводе. «Плотский ум, который ощущает и рассуждает без Духа Святого». Это и есть плоткость, ощущения, рассуждения, нормы, ценности, способы мышления мира без Духа Святого. У людей есть взгляды на все, однако взгляды и мнения без Духа Святого есть смерть. И не только физическая, но смерть, заключающая в себе все несчастья, возникающие из греха и сейчас, и впоследствии. Вот о чем говорит апостол. Когда вы решаете жить, в том числе и в браке, иметь взгляд на брак на основании плотского мышления, это приведет к смерти во всем, что включает в себя это понятие. Болезнь, депрессию, одиночество, ненависть, бедность, страх и все остальное, являющееся результатом греха. Если вы решаете жить в браке не согласно Божьему проекту, если вы решаете жить семейной жизнью не по проекту Божьему, тогда вот чего вам следует ожидать. Вот что появится в вашей жизни. Болезнь. Вы будете в депрессии. Результатом будет одиночество, ненависть, бедность, страх. И вы будете недоумевать. Откуда все это приходит? Вы пытаетесь делать плотским способом. А что происходит в этом случае? Вы выражаете смерть вместо того, чтобы делать духовным способом, выражая саму жизнь Божью. Писание говорит, что плотское помышление — смерть, а духовное помышление — что? Жизнь. И что? Мир. Жизнь и мир. Когда вы делаете то, что угодно Богу, вы выражаете жизнь Бога в вас. Когда вы, как христианин, выражаете жизнь Бога в вас, у вас есть то, что заключает в себе жизнь Божья. Мир. Безопасность. Посреди смятения. Мир, когда вы, по мнению людей, должны бы вести себя как безумный. Так что вам надо сделать выбор, и не надо недоумевать, почему у вас в жизни происходит именно так, как происходит. Не знаю, почему я одинок, хотя вроде бы все на месте. Не знаю, почему у меня депрессия, хотя я живу с этим человеком. Я думал, что после того, как мы съедемся, все будет хорошо. Мы сможем сэкономить деньги, а получилось так, что никогда в своей жизни я не был так беден. Что произошло? Вы сделали выбор действовать по-плоцки. Описание говорит, что плотские помышления, плотский ум, это смерть, и будут проявляться все ее составляющие. Ненависть, смерть, одиночество и все прочее. Приходит бедность. Вы говорите, буду жить как хочу, забуду о плане Божьем. Вы живете вместе с кем-то, каждый по-своему, и вам даже на жизнь не хватает. Почему? Потому что вы выражаете смерть. В конечном итоге смерть обступает вас все плотнее, приходят болезни, и вы начинаете испытывать физическую смерть. Почему так происходит? Потому что вы думаете, что вы знаете больше Бога. Вы делаете выбор делать по-своему. Устанавливаете свои правила, игнорируя путь Божий и его проект, который он разработал для вас. Кто-то скажет, а я с этим не согласен. Я говорю вам это не для того, чтобы вы соглашались. Я показываю вам Божий план, Божий проект, и вам надо принять решение, что вы будете созерцать. Вы будете созерцать или проект Бога, или плотские проекты кого-то другого. Дух Божий не станет преображать вас в проекты, не разработанные Отцом. Аминь. Теперь рассмотрим что-то еще. Книга Притч, 18 глава, 23 стих. Притча 18, 23. Позвольте сказать вам, когда вы ходите верой, когда живете по благодати Божьей, дамы и господа, давайте я вам что-то покажу. Люди то и дело говорят, раз я под благодатью, то могу грешить. Такого быть не может. Когда вы прыгаете в бассейн, вы становитесь мокрым, верно? Никак не может быть, чтобы вы не намокли. Так и живя жизнью по благодати, вы свободны от греха. Иначе быть не может, потому что вам доносило для этого быть свободным от греха. Вам надо понять. У вас никогда не будет мира, когда вы, имея жизнь Божья в себе, по-прежнему принимаете решение выражать смерть. Видите конфликт? Когда ветхий человек был в вас, когда в вас была греховная природа, для вас было нормально выражать грех, потому что ваша природа давала рождение греху. Но теперь, когда вы рождены свыше, когда в вас новая природа, продолжать принимать решение грешить означает решение быть в постоянном конфликте. Согласия между новой природой и грехом быть не может. Они всегда будут в конфликте. Сегодня вы в конфликте. И если и через 10 лет вы будете принимать решение грешить, все также будет в конфликте. Поскольку Бог в вас, Он никогда не позволит вам быть в мире, если вы будете принимать решение, не соответствующие жизни Божьей, пребывающей в вас. И я благодарю Бога за это. Я благодарю за это Бога. Слава Господу. Аминь. Когда вы станете выражать жизнь Божью, вы будете переживать удовлетворенность, как никогда раньше. После того, как вы вкусите этой удовлетворенности, вам будет трудно возвращаться к прежнему, к тому, что уже было. Поступая так, как угодно Богу, вы чувствуете удовлетворение. Вы ощущаете мир. Хорошо спите ночью. Вы полны радости. И вам это все нравится. Дух Божий будет давать вам еще больше радости и мира. Аминь. Книга, притч, 18 глава. Вы открыли? Притч, 18 глава, 23 стих. Давайте прочтем вместе. Готовы? Читаем. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Чего только я не слышал о браке. Я получил хорошую вещь. Не называйте жену вещью. Она не вещь. Делай, что хочешь. Речь тут идет не о жене, а о браке. Жена значит муж, значит брак. Таким образом, кто нашел брак, вам понятно, о чем я? Кто нашел брак? В тексте Писания сказано, кто нашел добрую жену, если есть жена, есть и муж. Если есть муж и жена, то есть брак. Кто нашел брак, тот нашел благо. Послушайте меня. Брак — это благо. Но мир говорит совсем не так. Не так говорят в мирских телешоу и в мирских опросах общественного мнения. Однако, согласно Божьему проекту, брак — это благо. Скажите, брак — это благо. Еще раз, брак — это благо. Кто нашел брак, также нашел и незаслуженное благоволение. Вы посмотрите. Незаслуженное благоволение дается тем, кто нашел брак. Итак, вместе с браком приходит незаслуженное благоволение. А кто из вас знает, что когда вы вступаете в брак, вам понадобится благоволение Божье. И я хочу, чтобы люди, состоящие в браке, начали ожидать благоволения. Так говорит Писание. Нашел благо и получил благодать от Господа. Во времена нужды, во времена стресса, во времена испытаний, вам, людям, состоящим в браке, надо сказать, мы ходим в благоволении Божьем тем фактом, что вы в браке. Вы имеете право на это незаслуженное благоволение. Слава Богу! Значит, ваш брак имеет право на благоволение, которого, по вашему мнению, и не заслуживает. Хвала Господу! Я хочу, чтобы вы говорили своей жене. Может быть, мы его и не заслужили, но у нас есть право на изобилие незаслуженного благоволения, потому что Библия обещает это для брака. Брак — это Божий проект. Это Божий проект. Поэтому нам надо ценить брак. Я ценю свой брак. Без своей жены я не знал бы, что делать. Я бы не смог и не захотел бы справиться, не оставляя меня одного со всеми этими людьми. Жена спрашивает меня, «Когда мы доживем до 80-90 лет, что будешь делать, если я умру первой? Ты не должна будешь, а иначе я буду тебя постоянно воскрешать. Серьезно? Если ты оставишь меня, я тебя воскрешу, и тебе придется сказать, «Пожалуйста, хватит!» Аминь.